Всем привет! Вы опять слышите, Лёша Халецкая. Я у тебя сейчас концерту проведу. И вы смотрите уже, по-моему, девятую серию моего ФФА-сериала «Все против всех». То есть возможного окончания войны. Первые восемь серий вы можете посмотреть по ссылке в верхнем правом углу. Белая круглая кнопочка с буквочкой «Ай» нажимаете и там перейдёте к плейлисту. Ну, а у нас здесь эпоха ядерных ракет. Египтянин поскидывал ядерные... одну ядерную ракету запустил уже в Поленке. И везёт ещё одну. Вон, видите, атомная подводная лодка. Атомоход «Курск». Ну, не хочу шутить по поводу погибших подводников. Просто пришлось, к слову, вспомнилась первая атомная подводная лодка, которая вспоминается. Ну, у Кицала, я думаю, она не затонет, а привезёт свою смертоносную иглу к берегам Майя и... Что за сирию? У меня золотой век сейчас просто. Почему не? Какой век? 157? Я чёртую век. Странно. Русский всем тут рассылает предложение. Не, мы кушали сейчас сейчас. В четвёртом основу? В четвёртом основу? В четвёртом, да. И плюс 15% к темпу роста в мирное время. Да, я неплохо поразвивался, я тебе скажу, за чудо-две штуки. Блин, если бы я знал, я бы объявил войну сразу же. Какой ты злой. Ну, блин. Слушай, ну ты что, стой, халкасу сейчас будешь захватывать, что ли? Ну, это совсем никуда не годится, я тебе скажу. Какой же оборонка какой-то. Это совсем не дело. Ну, оборонка я не захватываю. Не, ну, слушай, это уже начинаются какие-то... Моя ГГшка, которая возле моей столицы практически, ты хочешь... Не, ну так у них дела не делаются. Если ты её захватишь, я тебе объявлю войну сразу же, как только смогу. У меня ядерка построена, я повезу, в принципе, кидаю. Ну, в общем, будем воевать. Ядерка строится у мая. Понятно. Ах, станки настроятся, поленки. Я тут инженера убежал. Ну, в общем, видите, русский думал лхасу захватить под столицей Египта прямо. Ну, на самом деле, пока у меня тут всё в развитии идёт. Я не вижу, что Сириус пытается на кого-то что-то нападать, какую-то строит. Не, ну это как бы слишком толсто, что ли, понимаешь? Вот так вот тупо захватываешь ГГшку возле меня. Я думал, ты не заметишь. Ну, честно, я думал, ты не заметишь. Вообще незаметный лхасу прям реально прям под... Ну, пока не особо видно, что у него есть какие-то войска, чтобы не хватить. Я думаю, Сириус троллит как бы просто Китсала, чтобы не испугался. Ну, вы видите, у Калхаса у него три корабля. Да, и на самом деле, один линкор и один противоракетный крейсер. Ну, за парень, ещё одна. Да, кинул Китсал всё-таки. А ленки опять? Ну, да. То есть, он просто кидает уже без высадки. Ну, это как-то... Или высаживаться всё-таки будет. Ну, вон икскомы стоят вокруг поленки. Нет, всё-таки пошёл высадку. Ну, откровенно, обе эти атаки, вот обе ракеты на поленки от Китсала как-то безидейно всё было. Вот, если бы он сразу две ракеты кинул, это был бы стопрот... Ну, ладно, не буду говорить стопрот... 99-процентный захват поленки. Точно. Но здесь, смотрите, вот он опять всего двумя икскомами высаживается, просто места нету. И что? Ну, короче, место кайфициально, да? А что? Последние секунды. Да, блин. Блин, музыка это на фоне... Он меня что-то лагает, всё, я не скликаю. Это тоже плохо. Мамагает, наверное, то, что огромное количество юнитов сейчас лакать. Тоже при записи. Если вы что-то объясняете, разговариваете, то музыку вообще лучше отключать. Ну, как минимум её тихо делать. Боже, что за звуки ещё? Какие-то звонков. Загрузилась юнитушиста. Идём. Строит Останкинские башни у себя в Поленке. Ну, вот эта война Майя с Египтом... Верхник кому ничего не дала. Ну, чуть... Пирюс, ну, как бы, ты, в принципе, можешь взять Поленке, если сможешь, ну... Смотри сам. У них же оборонка. Как он может взять? Пока там, сука, пять ходов. О, начались... Смотрите, ядерные ракеты начались строиться. Строил. Я уже слишком много влил в это всё хрен. Слушай, а как ты умудрёшься убить мне эту самую бомбу по Ленке? Я вообще не видел, что у тебя там бомба была. Куда она делась? Не знаю, может, ты её перекинул куда-то или скинул никого? Нет. Ну, убилась, видимо. Куда она делась? Может, она вздыхает от ядерки тогда, получается? Нет, бомба от бомбы вздыхает, даже если стоит бомбой. А, ну, значит, поэт. Вчера? Ну вот. Не запустит ядерку. Майя в никого столько строил. И танк уже... Слушай, а тебе наносится урон от ядерки этих бомбардировщиков хоть какой-то или вообще не наносится? Офиг знает, я не могу так сказать. Наверное, наносится всё. Какой-то урон всё-таки небольшой наносится, да, но... Когда бомбоубежище построено в городах... Представляете, пилоты самолётов такие загоняют свои самолёты... В этих ОБЧР... В бомбоубежище, и там, пережидают эту ядерную бомбардировку. Потом опять в... Ну, так, и чуть-чуть покоцанный, там, фюзеляж поцарапан, видимо. А вот, а у кого-нибудь есть пилон убедца? Нет, кстати, вот хороший вопрос. Очень хороший. Просто понимаете, да? Ну, он XCOMA исследует... У меня даже не построено проект Аполлон. Посмотрите просто на демографию и мои технологии. Ну да, ну как-то, знаете, очень странно... Пытаться свалить на Перса, что он может победить. В то время, когда вот тут трое уже ядерками кидаются. Ну, Перс, он XCOMA ещё только исследует. Ему, конечно, очень классно, что принято научные стажировки, то есть плюс 20% меньше ему стоят науки. Но всё равно он очень-очень конкретно отстаёт. И даже, ну, у него производства нету. То есть, ну, действительно, единственная надежда, на самом деле, это построить проект Аполлон и пытаться улетать в космос, пока вот эти трое будут воевать. Ну, Сетилхасов всё-таки обстреливается. Я всё-таки, наверное, зря говорил, что... Так, Ара что-то предлагает. Мир. Ара предлагает мир. Египтуар. А Китсал думает, что сейчас в войну вступит русский и... Вступит русский и, типа, они распилят майя. Прижимная игра, да? Ну, что там Китсал отказал или думает? А, неизвестно. Висит, видите, предложение от Ары. Да, Альхаса, он, видите, на последнем издыхании. Ну, логика в захвате Альхаса от русского, что туда можно просто ядерку перекинуть и оттуда кинуть на Египет. Вот и всё. Вот и всё объяснение. Ну, как эфиоп мог выйти, это просто. Как спокойно захватили меня в столицу, может выйти. Лишила группу просто. Целая составляющая. Ну, в общем, русские, я вижу, планируют на Египет нападать, а не на майя. Ну, как бы, логично. Ну, что я серьёзно, насчёт оборонки там вашей? Египет, молодец. Целая уже волнуется. То есть, этим ходом мы можем обезжать про них. Ну, ты будешь с ним воевать? Ну, я думаю, до последнего счастья. Ну, хорошо, думаю, думаю. Ну, а мы видим, что на самом деле, я думаю, Сириус планирует скорее на Китсала напасть, чем на майя. Просто, меня сейчас немного смущает то, что в Ушмуле через два хода будет ядер. Ну, что, Господи, у тебя... Блин, ну и что? У тебя столько городов. Просто у тебя есть реальный шанс взять поле. Ну, просто, если ты не будешь с ним воевать, я заключусь с ним в мир тоже. И... Будем сидеть домики строить. Ну, да. Ну, что, вы решили меня разобрать, я так понимаю, да? Да нет, Сириус думает, видимо. Он всё-таки склоняется к тому, чтобы не нападать на тебя. Ну, приятные действия, потому что. Ладно, на следующем ходу, короче, решаем. У меня есть три минуты. Время пошло. Ну, смотрите, Китсау забил уже на войну, он начал уран тратить на постройку атомных электростанций. То есть, он теперь хочет, чтобы Россия с Майи схлестнулись, а Китсау будет тоже изображать такую офигенную войну с Майи, но при этом сидеть, развиваться. В то же время, глядя на то, что делает Сириус, мне кажется, Сириус думает, что Китсау немного уже использовал свои силы для войны с Майи, и стоит напасть на Египет именно, а не на Майя. Ну, и Майя, типа, приторможен уже с кинутыми ядерными ракетами, запущенными ядерными ракетами по Поленке. Хотя, на самом деле, ничего особо тут проблем каких-то у Ары я, например, не вижу с развитием, с постройкой. Да Сириус нападал на всех, по-моему, в этой игре, кроме, наверное, Египта, ну и скоропостижно ушедшего от нас Ацтека. Ну, он таки добился своего, он забрал по Саргану. Тут самый вармонгер вообще из всех, Сириус, ему реально просто никто ничего не делает. Сириус постоянно на всех нападает, делает что хочет, ну, как что хочет, ему, то есть он так, что-то хреновато воюет в этой игре. А, а спадает, смотри. Да он уже давно обстрелял. Ну, как, ну, увидел, заметил, не прокатит. Да, интересный выбор у Сириуса, на самом деле, сейчас, нападать на Майя Верене. У русского табличка висит оборонительный союз. Он, все, русский предложил оборонительный союз. Майя! Там же на него со всех сторон. Да никто на него не пойдет. И Майя принимает. Ну да, ему просто дадут влететь. О, я же говорил, Сириус на Кинейке пойдет. Ну, мне кажется, да. У меня с ним оборонка, ну, я точно ничего не знаю. У меня же с Майей нет оборонки. С Майей нет, а при чем с Майей? Мы же про Сириус. Я и Майя могли бы напасть. Короче, это все слагательно. Ну, ты как? Ты на другом конце как? Я хочу быть уверенным. Тебе придется вести всякое там... Не, ну, Сириус, это просто алогично с точки зрения игры, понимаешь? Включать оборонку на 205-м ходу. Ну, вот... То есть, даже если мы там решим не воевать друг с другом, просто заключать на 25 ходов, это как бы... В общем, как видите, сейчас Ара... Кстати, это... Ара с Сириусом просто обманывают Китсала конкретно. Разводят. Ну, мне, конечно, тут больше импонирует тогда действие Китсала, потому что, ну, тут надо бороться за победу. Ара с Сириусом заключили оборонный союз. И Сириус сейчас пытался тоже Тихой Сап и еще и с Китсалом заключить оборонный союз. То есть, 25 ходов, они не имеют права друг на друга нападать. И получается, что Сириус вообще в шоколаде, он ни с кем не воюет, никто не нападает, он тут отстраивается. Он втихаря уже построил везде эти... Как его? Везде построил заводы космические, которые ускоряют строительство. Он построил Союз Аполлон. То есть, реально выглядит, что по науке впереди... Ну, кстати, с другой стороны, вот эту ситуацию создал Китсал своей атакой на Майя. Получается, что... Вот смотрите, сейчас Сириус предложил оборонный союз Аре. Ну, и Ара его принял, да? А как вот Аре не принять оборонный союз, если он воюет с Китсалом, Китсал на него нападает... И получается, что если Ара не принимает оборонный союз, на него Сириус нападает, и они вдвоем пилят. Ну, не хотели же опускать тому, сколько угодно. И эту ситуацию именно создал Китсал своей атакой на Майя. Так, а что в итоге произошло? Если бы Китсал атаковал русского, то... В итоге... Наоборот... В итоге Россия захватила Алхаз. Да. А, тебе алюминий как-то снизу не было. То есть... Могу попросить или нет. Ну, тут 25 ходов... То есть, теперь русский уверен, что на него не нападет Майя. Майя уверен, что на него не нападет русский. И они могут... Я уверен, что они не смогут захватить Китсала, прямо уж так вот вынести его. Но то, что у русского теперь прямая дорога на строительство космического корабля, так и есть. Вот смотрите, как все вот эти решения идут через игру постепенно. Это все влияет. Это самая твоя дебильная ядерка положила всех рабочих. Что вот это нападение Китсала на Эфиопа ради того, чтобы захватить... Ну, как-то потом напасть на Майя. Напасть на Майя идет к тому, что будет побеждать русский на данный момент. Я не знаю, конечно, как они там разрулят. Может быть, еще Ара заключит оборонку с Китсалом. И Китсал с Сириусом будет воевать. Как-то его затормозить. Но пока выглядит так, что Китсал, собственно, своими руками сначала убрал одного соперника. Он намерен со мной воевать? Я бы предложил Майе напасть на тебя тоже. Китсал просто не знает. Что такое? Интересно, конечно. Китсал не знает, что они заключили оборонный союз. Есть иной ход, наверное. Ну, буквально ход назад или два хода назад. То есть 25 ходов Майя с русским воевать не будут. И еще раз повторю, то есть я в данном случае, например, именно Ару осуждать не могу. Потому что тут получалась такая ситуация, что либо он заключает оборонный союз, либо, похоже, русский нападает на него, и они вдвоем с Египтом Майю распиливают. А ситуацию, опять же, создал, по-моему, мнению Китсал. Именно своим убиранием из игры Фиопа, с которым реально можно было дружить. Это, конечно, сосед, он рядом с Египтом, но такой далекий сосед, он даже... То есть такое место у Китсала такое, что даже если Фиоп решит на него там какие-то ядерки кидать, он не особо ему... Фиопа, подперез. Не особо бы ему подгадил. Ну, вот заключили мир Египет с Майя. Блин, ты знаешь, русский, что для алюминия можно построить, например, мусорный завод? Да это... Ты конкретно намерен именно воевать. Сириус... То есть ты в первой войне придешь с тобой вылезать. Сириус придумывает про то, что у них ватка алюминия. Он уже практически все части в городах начал строить, все части космического корабля. Да, кстати, надо еще смотреть по поводу... Вон, у русского уже сохранен инженер. То есть он может части корабля инженерами ускорять. А у Майя надо смотреть деньги. И у Египта, как я понимаю, тоже. Ну, у Египта 345 плюс маленький и... А вот у Майя... Ну, знаете, за деньги там очень дорого стоит. Части что-то 2000. Не у стойки, по-моему, 2000. Так что, не знаю, тут... Я бы, наверное, в этом плане... Как вы говорите? В этом плане, конечно, порядок круче. Вы можете инженеров за вееру покупать, понимаете? То есть, в принципе, два инженера к тому моменту, как вы достраиваете космические части, уже могут быть сохранены. И вполне... Нет, но оборонку мне, может, даже не принадлежать. Ну, я тебе Лхас отдаю. Ну, спасибо. На самом деле, Сириусу достаточно... Ты же из Лхас? Нет, Лхас — это такой город, с которым ты меня можешь атаковать, например. Понимаешь? Нифига. Я туда не перекину, как ты видишь, авиация, ничего. Можешь перекинуть, когда захочет. Ты считаешь, что ты вначале... Ты бросишь ее ядерку, отлично. Ну, конечно, скину. Ну, вот. Как там это называлось? Кирдек Стелси, ну, как там это назвали? О, мировая идеология свободна. Это мне нравится. Сириусу достаточно, на самом деле, сказать сейчас Китсаву, что он уже... Он свободный чувак. Что он оборонку давно заключил с мая, и... Все, тут уже... Он тоже против свободы. Бессмысленно будет Китсаву. Никогда не дадут мне количество биосов. Потому что мне совсем не нравится мировая идеология, я делаю идеологию свободы. Это Перс говорил, что... Сириусу, смотри, у тебя 12... Ну, в общем, у Насты на два голоса меньше, чем у них. Так что... Нам нужны... Нужны голоса Эфиопа. Ну, мы его, конечно, все голосуем против. Эфиоп не свободный. Так что я думаю, он проголосует именно за это. Хотя компьютер любит второе, блин, тоже. Компьютер, да, маль. В общем, мы... В общем, мы делаем все, что от нас зависит, как говорится. Пусть Калия-Хрязь, Челасси будет до нас. Не, он просто может в космосу лисеть, понимаешь, чем я делаю? Ну, я сомневаюсь. Детали одну хотя бы последние. Да. Да. Ну, по техам, кстати. А где у него столица сейчас? Какая у него... Какой город у него столица? Теотиукан. Прикольно. Так, есть астыгский город, столица. Да, забавно. Знаете что, это не автоматом, походу. Это компьютер сам решил перенести столицу в тот город. То есть можно так делать. Построить надо дворец, типа, по-моему. Хотя, может, автоматом перенеслось в самый большой город. Ну, удивительно. Бывший астекский город, столица Эфиопии. Сириус, удостоверяще сказать, что у него уже оборонка с Майей. Думаю, тогда Китсал тоже как бы бессмысленно будет тут упираться. То есть получается, что сплошняком Ара идет в развитие, типа, а мы тут воюем. Кстати, мне интересно, что тут уже у Перса. Ну, Перс даже еще икскомы до сих пор не открыл. Ну, какие-то, смотрите, оборонительные сооружения строят. Все думают, что на него нападать будут. Да, вот тут уже без вариантов. Кто на него будет нападать, если он самый последний в очереди на победу? Тут вот русский, майя и Египет между собой. Что у нас строит? Все-таки опять начинает. Все-таки он хочет ядерки достроить. Ну, посмотрим. Дойдет до того, что русский будет скидывать ядерные ракеты, кидать, запускать ядерные ракеты. Блин, я все время путаю. Кидать можно только атомные бомбы, потому что они везутся на самолетики. Прошла свобода. Да, все прошло. И субсидированные науки. Ах, здесь Ефиоп, Ефиоп. Ты сказал компьютер? Ефиоп, да. А за что он проголосовал там? Ефиоп? Да, научный. Так он же в космос собрался. Логично, ему и надо. Прикольно тут, конечно. Но это вот один из примеров, почему тоже не очень хорошо людям выходить из игры, особенно на последних стадиях. Компьютер начинает всякую фигню голосовать в Конгрессе. Еще если он может предложить что-нибудь, тоже фигню предлагает. Мне ничего особо страшного не случилось. Все в плюс, а в карте. Ну да. У России самый жесткий минус, минус 25. У него куча счастья было. Но тем не менее, все равно у Сириуса 8 городов. Все равно глобально плюс 7 счастья, так что... Все замечательно на самом деле. Так, бомбоубежище в Москве. Ну, один ход, почему и не построить бомбоубежище на самом деле. Так. У Перса тут... Ну, реально, защитные сооружения строить на защиту. Фивы, Сиднейская опер. Сиднейская опер хорошая штука, кстати. Дополнительная социальная политика все-таки. Почему нет? Единственное, что Китсал вообще никак... Видите, русские уже части корабля строят потихоньку. Постоянно их там переключая. То есть изображает что-то другое, но строит части корабля. Китсал вон только космический порт. Космический лифт, или как он там называется, достраивает в одном месте. А что у Ары? Вон, Ара. Проект Аполл... То есть Китсал еще проект Аполлон даже не построил. Какая-то музыка опять пошла на фоне. Это звук Сириуса. С игры Сириуса идет. Которую, что ему там звонит кто-то. Так. Предложение пришло. От... От Перса. Майя. И Майя его... О, Дисабепа аннексирует. Ну, правильно, у тебя дофига счастья. А тут город бесполезный, который нифига не делает на самом деле. Ну, вот это бессмысленная постройка. 29 счастья у тебя. 29 счастья. Зачем тебе в этом городе строить суд, который снимает несчастье? Надо строить там на производство, на еще что-то. Я бы еще Харар захватил, кстати. Если бы я играл за Майя. Почему нет? Будет такой... Ну, как-то сказать. Одна такая большая область майская. Плохо. Минус 25-то. Ну, запрещено по правилам группы торговать с компьютером. Но это, видимо, Ара, еще когда тут Анахамон был в игре. С ним заключил на алюминий. Хотя надо проверить. Возможно, это нарушение правил. И вынеси Мара предупреждение. Что за фигня. Так. Персов строит класс. У нас война будет? Войны нет. Какого хода я могу быть уверен? Ну, я, в принципе, не буду на тебя нападать, как бы... Ну, если только не увидишь, что ты там совсем уже улетаешь. А так не буду. Ну, подумай, мне такая симпатия. Какие-то, понимаешь. Опять сейчас серьезно будет думать. Но он вроде пару ядерок построил. Он еще в Петербурге достраивается. XCOM тоже дофига. На самом деле, вот по-хорошему выглядит... Ну, так как мы видим за обе стороны... Да, боже, что же это за звуки сразу. Так как мы видим за обе стороны... Как он тут с войсками и прочего. То выглядит, конечно, что Сириус, если бы напал на Кицала, мог бы что-то захватить. Но Сириус-то точно не знает, какие там войска, что там везде строится, сколько у него осталось. Так-то Кицал, конечно, по-хорошему слил армию против Майя. Просто взял две ядерные ракеты в никуда запустил и столько там штук, 7, наверное, XCOM-ов положил. А управляемые ракеты вообще кто-нибудь строил? Говно полное? Отлично. Отличный юнит. Одного удара выносит любого ворота. Не, она забавная, только если ты знаешь точно, для чего ее применять. Если они у тебя есть, то больше тебе другие войска не нужны. Вот один ход строится. Можешь построить, экспериментировать. Ну, попробуй. Мне кажется, сначала надо удалить все остальные войска, потому что это такая имба, что она носит просто все живое вокруг. Ну, представь, как ядерка, только один ход. Это сейчас пытаются Сириуса обмануть. Ну, то есть, знаешь, в Ильд Паэре надо строить Jet Fighter, это самое главное, и... Этот, русский уже строит детали. Да не уже. Да нет. Подожди, а что-то я как-то пропустил момент, когда он построил Аполлон. Я тоже пропустил. Ну, вы даете. Проспали, когда русский построил Аполлон нормально? Это уже ходов 10, что ли, или 15, ну. Мы ему давно советуем улетать в космос, он решил улететь наконец. Что правильно делаешь? Я вот сейчас просто сижу, жду, когда я кицал что-нибудь применение. Ну, а что, я просто откладывал с того, что ядерка... Ладно, я согласен с тобой. Летаю вообще. Ну, в общем, по поводу... Конечно, согласен, да. Нужно уже в космос лететь. Управляемых ракет, я надеюсь, вы не поверили Персу, что они как ядерка, только за один ход строится. Конечно, нет. Ну, вот видите, оборонку предложил. Ой, блин, я не улетел. А куда он делся? Да он у тебя там остался. А, не оборонку, в смысле, ну, Лхасу отдать. Эти ракеты, они неплохие, например, если вам надо город захватить быстро. То есть, они очень сильно снимают защиту города. То есть, это такой, знаете, продвинутая артиллерия, только на далекие расстояния. И так, ну что он возьмет, наконец? Что-то он держал эту бесплатную. Я, кстати, еще раз выражаю свое недовольство тем, что меня забрали при алюминии, просто незаслуженно. Я буду делать еще и еще. Да, я уверен в этом, на 100%. То есть, это на 100% так, до сих пор. У меня 8 алюминия, из них 3 я отдаю Ария. 2 алюминия у меня потрачены на то, что, ну, на ГЭС, 2 ГЭСа. И у меня 0 алюминия, при том, что месторождение дает 8. Интересно, зачем Китсалу иностранный регион сейчас? И он его продать хочет. А, кстати, у меня... То есть, всего сейчас у меня 5 алюминия, это должно быть... Это интересная идея. Ну, и как только я открыл алюминию, у меня сразу был минус 3 алюминия. В чем прикол, непонятно. Ну, не знаю, имеет ли смысл. То есть, ему прямо вот так юниты... Вы же понимаете, что вот эти все юниты одной ядерной ракетой уничтожают? Нет, это же... То есть, Сирис, ты предлагаешь дефенсив пэк сейчас улететь? Да, блин, он всем предлагает дефенсив пэк, чтобы просто улететь. Такое, блин, вам... Ну, конечно, можем повоевать, если ты не хочешь. Такое предложение прям недвусмысленно. Сирис, вармонка. Ой, ты зачем тебе предлагаю? У нас было... Да ты успеешь улететь, пока наш дефенсив пэк не иссякнет. Да, там уже был защитный пакт. Ну, воспользуясь случаем, опять напомню, что мои видео выходят при поддержке 2GIS. 2GIS, это справочник и каталог организаций. Кроме того, карты городов очень подробные. Очень удобно лично мне пользоваться в тех городах, где они есть. К сожалению, в Минске, в Минск и в Беларусь 2GIS еще не пришел. Но я знаю, что недавно он пришел в Казахстан. Там тоже есть... А улетит Ара. Есть возможность скачать под вашу платформу 2GIS. Кстати, абсолютно бесплатно. Да, можно, хотелось. Абсолютно бесплатно скачивается. Сходите на 2GIS.ru. Ну, находите ваш город, находите вашу платформу и пользуйтесь. 2GIS, если быть точным. Так, предложение от русского принял все-таки Перс. Так, чем занимается Ара? О, Ара везде космические... Ну, пока ближе всех офиоп, это надо признать. Нет, на самом деле ближе всех, конечно, русских. Просто... Ну, смотрите, как можно играть в ФФА и не заметить, что человек построил программу Аполлон? Уже идет... Он уже везде космические лифты построил. Ну, передадим потом тот Анхамону, что он у них. В Новгород, ага. Видите, меняются приоритеты у Майя. Походу, Ара догнал, что... Самый близкий у нас к полету в космос именно... Сириус? Не, ну здесь русский сейчас улетит, да? Что? Он уже улетел. Уже сейчас улетит? Он уже улетел. Ну да, он уже улетел. Он даже и феопа передит, мне кажется. Даже и феопа. Не знаю, можно пойти... Майя, ты будешь нападать как-то препятствовать? Или будешь пытаться улететь сам? Ты будешь нападать на Россию как-то? Или будешь сам улететь? Зачем? Помешать улететь в космос. Там улетать тоже, ну ёмно. Игру же надо как-то заканчивать. Просто так сидеть, строить, склепать юниты, и потом сбрасывать друг на дружку. Ни Ара, ни Сириус не признаются, что они друг с другом защитный пакт заключили. Почему? Ну... С одной стороны, конечно, троллят Китсава. А он сам пойду побывать на Китсава? Я только что... Не, ну а мне-то в одиночку зачем? Чтобы ты улетел? Потому что надо как-то... Ну, строить, значит, улетай тоже. Все улетают, понятно, короче. Тоже улетают. Видите, такая тройственность. Вот если бы Китсава не убрал Эфиопа, вот не было бы этой тройственности треугольника. Тут каждый боится, что двое, двое соберутся против него. А так бы был бы еще Эфиоп. И, например, Египет и Эфиоп против Майя и Русского, предположим. А еще лучше Эфиоп и Русский против Майя и Египта. Вообще тогда такая, ну... Как бы сквозь-насквозь. Но вот это решение Китсава... Я вам все пытаюсь вот показать, насколько важны здесь вот эти политические интриги и понять, с кем дружить, а с кем воевать. То есть взял на ровном месте Китсава, вынес человека, который реально с ним ни разу не воевал, нормально с ним общался. У них были общие интересы при этом. Я не видел, чтобы Эфиоп мог быть конкурентом Китсалу на тот момент. Да, он мог дальше еще развиться, но остается вот это... Как это... Противовесы оставались бы в игре. И тем более, что на Эфиопа он может воздействовать там ядерками. То есть есть тоже города... Опять, Российский, города Китсала, бывшие ацтексы, из которых ядерки до... Блин, я, кстати, тупанул только что жестко. Я заключил в оборонку с русским. Я только что это понял. Когда я ходил курить. Я когда ходил курить, я понял, что я зря очень быстро вытянул всюду, когда я курил. Я тоже зря, я очень много сделал еще и зря. Слушай, ты только что заключился на оборонку, или что ты имеешь в виду? Да, да, только что. Вот и ара достроил. Да я просто это... Бискаря выпил. О, вот и Майя улетает. Поэтому я сейчас сделаю глупые вещи. Чего там Бискаря? Кто че? Отлично. Чуваки у нас под допингом играют. Надо дисквалифицировать. Под Бискарем. И Китсал тоже мог контролировать Эфиопа. Ара, кстати, я думаю, тут недалеко живешь. Может, в гостях отъехать. У Бискар есть. Сидим, попиваем. Классно, берет ноутбук, и там сидят Майя, Перс. Обсудим финал. Просто, видите, уже Перс расслабился, у него уже нет шансов. Так он заливает горе вискарем. Строит оборонительные юниты чисто. Все, он же, по идее, выключился просто из игры тоже. Ты же вроде в отпуске сейчас. Да, но я в таком отпуске, с которым меня постоянно дергают. Отличный отпуск. Всем бы такой отпуск, да? С которым тебя постоянно дергают. У меня не получилось, да. Хреново, надо отдыхать. Я помню, летом так хорошо отдохнул, главное, чтобы ничего не делать. Так приятно было. Так вот, у нас ситуация, что три человека примерно равны, и каждый боится воевать с каждым, потому что он не знает, за кого тогда вступится второй. Но проблема в том, что Сириус с Майя уже заключили оборонный союз. Они оба об этом не говорят. Смотрите, что делает Сириус. Он части корабля перекидывает на ракетные крейсеры. Типа, чтобы не скинули ракету на него и не уничтожили все эти части. А потом за один ход будет их, видимо... Нет, в смысле... Какие ракеты? Ракетные крейсеры, он, конечно, ядер. Ну что, вы реально надеетесь улететь раньше русскую, что ли? Я не буду нападать здесь, я тоже воронку отнесу. А, ты сейчас... Ты всегда у меня, да? Ты... Ты... Мой мать подъедет. Круто. Молодец, что ты сказал. Я тогда нафиг мне тогда на него напомню. Ара об этом сказал только... По прошествии многих... По-моему, 2005-й ход был, если мне не изменяет память, заключили оборонку. То есть, давно-давно уже майя заключил оборонку и спокойно там сидит, тоже пытается части построить. Полон, кстати, не построен. Я посмотрел, ара, у тебя денег нет, чтобы купить части города. Да у меня и полиции нет, я не буду по этому. Так а зачем ты тогда оборонку заключил? Нифига, ты действительно заключил оборонку. Потому что, если бы я не заключил, он бы наполнен тебя на меня, и вы бы на него уже купили. Да, именно так. А, так ты 10 ходов назад подключил? Да. Да, когда выбор стоял у меня, я ему где-то за полминуты придумал такой урок. Блин, не попилил бы тебя никто, ара. Ну, это... Китсал, видишь, ты вынудил, оказывается, Ару заключить оборонку. И я дал победу сильным шумом. Сейчас, по эти словам, бабасы сбрасывает бомбы. Не, ну, слушай, ну... Ара, я могу с тобой заключить мир в любой момент. Ну, как можно заключать мир? Я тебе предлагал, Настя Тарасов. Да, блин, я бы мог бы исполнить тебя напал, я бы увидел, что он тебя захватывает. Знаешь, я бы с тобой заключил мир тогда. Ну, что ж, я не соображаю. Да, Китсалка накалывается. А как там, оборонка разрывается? Я бы сказал перед Арой такую дилемму. Блин, ну, всё зацепись. Они бы дружно вместе... Ну, будут мои части критерироваться, арули, блин. ...весело жили. О, Кровский колодок. Я успешен, я успешен. Кровский колодок. Всё. Всё. У русского открыты уже все технологии, позволяющие строить космические части. Что, кстати... А, ну, у Египта, похоже, тоже. Вот, кстати, ошибка ещё Китсала в том, что он очень поздно проект Аполлон строил. Они реально с Арой, похоже, действительно проспали тот момент, когда русский построил проект Аполлон. И они из-за этого вдвоём поздно сами начали его строить, потому что боялись, что они его построят, и все на них сразу ополчатся. Ага, он уже проект Аполлон построил, а что-то он летает. Вот, пожалуйста. То есть, блин, такая игра... Тут Сириус делает реально всё, что хочет, на него никто не обращает внимания. Он воюет, всем пофигу. Он нападает на кого-то, всем пофигу. То есть, я заключил оборонку с... Вот, я про Китсал и Ара... Строит проект Аполлон, всем пофигу. Все как-то... Такое ощущение, что Китсал и Ара... Изначально были фиксированы только друг на друге, и всё, как будто Сириус не соперник. Ну, вот, всё, этим надо ещё распределиться правильно. У него, по-моему, алюминий не так много, чтобы стелса стоить. К тому же он там алюминий в джет-файтерах содержит. И строит правильные части, то есть, на это тоже ленинг не ходит, поэтому... Видите, всё можно сделать безработных, чтобы больше молотков получить. Ну, вот, мы с тобой Ара выханулись. И, кстати, может быть, Китсал тоже выханулись. Я не считаю, что Ара выханулись. Я, по крайней мере, какой-то станут здесь. Да, блин, ну кто бы тебя не захватил, Ара, ну, правда. Если у меня полянка тогда был на дентере, у него из комнаты, что-то упасит. Они просто не сажаются и забирают полянку. Они избривают всю армию на тот момент. Знаешь, а забрать полянки, которым чудес достаточно немногие, и вообще, хорошее, даже так. Это, Ара, все мы останемся здесь, только русские, типа, космосы. Да, ну, Ара прав абсолютно у него. Выбор был очень простой. Как я уже говорил, так что... Тут от Китсала претензии слышать... Тут неправ Китсал. Тут именно дипломатически все неверно Китсал делал. Но, опять же, комментарии, ребята. Пишем комментарии, спорим со мной, не соглашаемся. Возможно, я неправ. Что, кстати, тут у Перса? Так, это русский. Нет, это Перс. Перс смотрит, что там у русского просто просматривает. Почему-то сидит... Еще есть шансы что-то сделать. Шпион Перса почему-то в ушмале сидит, а не в поленке. У него же автократия, он может тырить технологии, но для этого надо в самых развитых городах сажать. Странно. Может, убили там его шпиона? Считайте. Ну, везде строятся части корабля. Их всего шесть должно быть. Ну, собственно, в шести городах они, похоже, и строятся. Я не знаю, я бы на месте Сириуса, собственно, все эти части уже сразу и присоединял. Майя ему объявить войну не может. Может объявить только египтянин. Ну, вот, кстати, Китсал, опять ядер, ну, смотрите, строит. Это, слушай, Китсал, у русского вообще стелсов сейчас нет, скорее всего. Вообще нет. Да, конечно. Может быть, парочка. Ну, пара штурм. Что-то они у него есть. Я вижу, что у него куча стелсов, что не рассказано. Чем мы, по-твоему, ухажаем? Куча стелсов. Ничего, больше украсть ни у кого. А, у русского ты имеешь в виду? Да, у русского. У него очень мало стелсов сейчас. Нормально у него стелсов. Но у русского мэйби в мэйби. Ну, как минимум штук шесть я вижу. Он просто их раскидал по всем городам. Ты можешь от Гелиополиса убрать... Кстати, тоже правильная идея. То есть, если на один город скинут ядерку, то во всех остальных стелсов останутся. А они довольно далеко летают. В смысле? Я не понимаю, что же... Их нету смысла держать в одном городе. А, ну ты мне даришь юниты? Ну, спасибо. Ну, нафига. Ты будешь пытаться останавливать меня? Серьезно. Ну, а нафига ты играешь на его победу? Я играю не на его победу. Я хочу, чтобы... Ну, ты подожди. Может, я опять поспешил? Ну, я не знаю, что ты... Ну, ты реально играешь, не на свою. Вдал, отдал юниты. Не, я пока... Я пока только один XCOM отдал, и я пока больше не отдавал. Я хотел тебе подарить мне много, ну, немного, но нормальное количество XCOM, чтобы ты... Я пошел на русскую, я понимаю. Ну, смотри. У Ары тоже все очень быстро строится. То есть, если я захвачу русского, то выиграет Ара. А, выиграет Ара, да. То есть, ну, а мне-то из этого, понимаешь? Ну, смотри, ну, как, блин. Ну, так у тебя, во-первых, Ара не так все пробовал легко. Во-первых, сейчас отварился алюминий у меня с Арой. У него свобода, он может за деньги еще покупать. У него мало денег, чтобы покупать. У него мало денег, у него еще не принята политика. Ну, хотя он может ее принять, да. Понимаете? Пустил даже. То есть, Ару потом мы сможем установить, хотя у меня нет оборонки с Ары. Ну, если ты сам хочешь, конечно, сейчас улетать, вот как они вдвоем, то мы можем еще пытаться. Ну, блин, он пойдет на меня, улетит Ара. Ну, все просто, только дважды два. Ну, да. Просто тут... А, хорошо. Ну, тогда... Ну, что? Тогда, а смысл, тогда вообще дальше мы сидим, можем отдать просто... Победу сейчас в Сириусе, потому что он сейчас улетит. Да какой сейчас? Ну, что, будем сидеть, пока он улетает? Ну, Ару улетает. Ну, давай еще не подиграем, чтобы кто-нибудь улетел. А то мы так говорим у нас зрительно. А то, блин, тут... Я думаю над этим, я думаю, что... Я просто так сижу, я думаю, что... Ну, просто реально, я думаю, что я даю Ару. Аре победу таким образом, нападая на него сейчас. Потому что у них оборонка, то есть, ну... Ара будет намного дальше улетать. Если бы у них не было оборонки, то все меняло. Ну, у них оборонка, понимаешь? То есть, они друг с другом воевать не будут. А я что, буду с ними воевать, что ли, тогда? Смотри, у меня есть стелс, у меня есть текстком, и я тоже могу с Арой воевать, если вдруг мы не сможем. Можешь с Арой воевать? Я могу с Арой воевать, если мы... Если вы... Ну, я не буду воевать с ним просто так. Сейчас, если мы русского не остановим, то... В смысле, мы его детали еще не подстроим? Ладно, Кицел, возвращай экскром обратно. Я не могу, я не вижу твою территорию, чтобы тебя вернуть. Да ладно, что тебе это экскромство? Потусит. А, ладно. Ну вот, видите, поспорили, попытались как-то договориться о войне. Ну, как бы, мотивы Кицала тоже понятны. Смысл ему нападать на Сириуса, тогда победит Ара. Но, с другой стороны, они просто... Надо было оставить как военную. Они забыли. Не, ну мы бы не доиграли, как бы, не тогда. Они забыли о том, что... Сириус давно построил Аполлон. Да, наверное. И он реально там постоянно эти... Части там по одному ходу чуть побыстрее. Но, то есть, здесь действительно... Ну, мы, правда, видим всю картину. Но, здесь, конечно, выглядит так, что надо именно Сириус останавливаться. Конечно, ну, нам надо будет больно. Короче, я все-таки за то, чтобы что-то делать. Я бы даже сам напал бы с поддержкой всех сейчас на русских. То есть, он бы меня вынес. Я бы тоже напал, чтобы Ара не заключил с ним в оборонку. Сейчас, ну, как бы, да. Все наши споры сейчас окажутся на трассу. Не сваливай, главное, здорово. Ну, вот, Сириус тоже стал добавлять части. Ну, когда уже запускаются в космос части, то это не делаем. То есть, когда ты кромпус делаешь, это еще ничего. Если ты делаешь игру, то это значит, что у него почти все готово. Какое все готово? Готово, не отмазывайся. Нет, у него все готово. Да, столица там все плохого достраивается. Нет, через два года. Что-то, Кицал никак не может за себя проголосовать почему-то. Странно. Да, ну, Кицал тоже уже все открыто. В районе семи ходов еще. Да. Русскому семи ходов. Я считаю, что Ара за деньги может себе улыбаться. Да у него денег нет. Ну, что ты все считаешь-то? Как ты нет денег? У меня двух политик не хватает. Считайте, Настя. И в конце припасенные такие, эти, как там, художники-писатели, да. У меня было писателем, одного. Сиди-сиди. Ну, за две тысячи никто не улетит. За две тысячи это одна часть. У него это? Одна часть. У него Биг Бен, и после Биг Бена еще у него со свободой задача. Лися. Лися. Ага. У него, в чем это свобода? Тысяча сцепсят она будет стоить. Это коммерция нужна. В коммерции у него есть две политики? Нет. Ну вот. То есть ему еще нужно открыть две политики в свободе и две политики в коммерции, чтобы улететь. Тут никаких писателей не хватит. При том, что две тысячи, две тысячи, даже если у него будет это все, все равно это одна часть. Поэтому майя никуда не летит. Вот так. Ну, Перс, между прочим, логично все разруливает. Он довольно правильно говорит в Сириусе. Он более четко понимает ситуацию, несмотря на то, что под виски находятся, чем Ары и Китсал, похоже. Но Китсалу и Ари просто в лом воевать с Сириусом. Им страшно, что они начнут войну и не свою победу этим упустят. Ну, а Сириус, естественно, всех вокруг убеждает, что ему до полета еще буквально 200 ходов. Прямо тут еще, господи, тут еще строить всего так много. Куда же он улетит? Вы что, никогда в жизни держат противоракетный крейсер. Но они просто парят противоракетные крейсеры подводные лодки. Видимо, там Сириус... На X-ком Китсалу возвращать все-таки не хочет. Чтобы подводные лодки Китсала следить. Если что у нас Китсалу делает. Он вроде строил ядерку, я думал, он пойдет скидывать на Сириуса. Ну, вон у него плывет, да, проплывает. Плывет подводная лодка с ядерной рейсер. Но вон у него ракетный крейсер, кстати, Сириуса. Но он, видимо, меньше клеток осмотра, чем... Я не помню, кстати, кто построил Великий Маяк. По-моему, Китсал. Поэтому у Китсала дальше вид. То есть он больше клеток. Обзор, радиус обзора у юнитов морских, чем у юнитов Сириуса. Вот, Китсал посматривает на города. Но он надеется кинуть... Вы же понимаете, надеется кинуть ядерку так, чтобы задеть какую-нибудь часть космического корабля. Ну, Сириус, логично, он их не складирует, он их начинает, видите... Так частей не видно, естественно. Сейчас Китсал думает, где может Сириус... Сириус? Китсаль, хочешь, я тебе Тулум отдам. Пьем. Должен попадать на армию. Мне сейчас тебя боюсь. Я тебя подкину, ты не живешь. Ну, прикольно вообще вообще. Ну и что, получается, ты будешь воевать интересы Хары. Он улетит, потому что... Ну, не учит Ара никуда. Кто тебе сказал? Нет, Ара, конечно, может улететь, я не спорю. Но раньше улетели действительно русские. В Поленке вон строятся детали, в Ушмаре строятся детали. Ну что, будет кидаться сейчас ядерка? Ну, все везде строят. Один ход. Он хочет следующим ходом дождаться. Китсал хочет дождаться, что следующим ходом построятся детали, и тогда кинуть. Прямо не знаю, я ебал. Пять. Вечно, без последний. Пять ходов, собственно, до победы Сириуса, если что. Ох, тысяча, тысяча, тысяча. Видите, подсчитывает молотки сколько. Почему безработные? Потому что безработные дают один молоток. Один молоток. То есть он поснимал с обработкой клеток, которые не дают молотков. Сделал жителей безработными. Но они дают один молоток. Видите, было шесть ходов, пять ходов. То есть он так, все, тереть ему хватает. И еды, ну, главное, чтобы не умер житель. Переключил. Все, ну, пять. Не хватает. Не хватает. Ну, по идее, не должен умереть там половина шкалы. Тоже пять ходов. Ну, в общем, пять ходов. До строительства всех деталей. Возможно, он не сможет их сразу перекинуть в столицу. То есть, ну, пять-шесть ходов до отправки космического корабля. Так что надо народу... Посмотрим. Значит, следующим ходом, по идее, Китсал должен кинуть ядерную ракету на русского. Русский, я так понимаю, подводку его не видит. Потому что у него там стоял этот ракетный крейсер не очень удачно. Оплыл его. А вот подводка пошла, подлодка. Просто я боюсь, что я все равно не смогу туда, и никто юнит перекинулся, понимаешь, в чем дело. Я не ошибаюсь, у тебя стелсы не должны долетать. Слите, ядерка. Долетать. Стелсы не должны долетать. Не, стелсы, да, они долетают. Просто мне кажется, что до Тулума они тоже не долетают. Вообще, это, конечно, интереснее. Проверить. Ну, уже заплатят. Думаешь? Ну, что, 5 ходов не летают через 5 ходов. Ну, прежде 5 ходов. Когда я говорил еще... Внизу карты подводная лодка русского тоже с ядерной ракетой, которая явно к Египту плывет. Ну, не знаю. Ну, попробовать, конечно, можно. Лучше, чем сидеть, ничего не делать. Лучше попробовать. А у тебя снимал воронка, правильно? У меня, да. Ну, да. Ну, я согласен, что я это понужу. Ну, пусть уж улетит кто-то из нас. Либо я, либо аром. Перс-алюминиевые заводы строит. Ну, это все бессмысленно. Ну, пока, да, аром. Арм не скоро улетит, правильно? Подаем аром. Да, взял Тулум. Видите, Майя отдал свой город. Ну, он там небольшенький, но оттуда можно атаковать города русского. Только вот так. Что-то я не понял. Сейчас получил 3 алюминия из Тулума. Почему я могу тебя забрать в хайдин? Я не знаю, что ли, Тулум? Я еще не понял, о чем ты говоришь. Что, Кит-Сал решил воевать от Кит-Салу? Ну, смотри, я отдал тебе Тулуму. Ну, он был при алюминии. Короче, я не заметил, что у меня больше алюминия сейчас стало. В общем, если тебе мало алюминия, можешь попросить еще. Освободи клетку какую-нибудь. Все решили скинуться Кит-Салу на войну с Сириусом. Ну, все-таки жара пошла. Так что в следующей серии... Возле какого города? В следующей серии будет интересно. Ты намерен выливать. Да, эту серию я пока заканчиваю. У меня предлагают. Я не знаю. Ну, а что ты воюешь в чьих-то интересах? Язерная ракета готова, египетская. Если ты меня выносишь, то ты понимаешь? Какая разница, кто это самое? Мы слышали Лешу Халецкого. Канал Леши играет. Продолжение... А, офигительное. Продолжение в следующей серии. Пользуйтесь 2GIS и играйте в умные игры. Продолжение в следующей серии.